друзья всем привет с вами павел морозов из сочи у меня сегодня в кадре мои друзья уже это сергей и валера это наш клиент из германии приобретал квартиру в жилом комплексе богатырь вообще это было достаточно давно почти год назад и за это время случилось уже многое то есть дом достроился люди сюда заселились и также я бы я я брекеты поставил сергей сделал ремонт у валеры о чем вы собственно же видели ролик и сейчас вас в двух словах расскажем вообще о том как мы работаем с клиентами валера даст свои комментарии относительно нашей работы относительно работы сергея я небольшую предысторию расскажу мы с валерием знаем же друг друга вот примерно валера смотрел мой канал и цель была у него приобрести выгодная недвижимость в сочи для последующей сдачи на самом деле уже сделали ремонт и сейчас ее можно даже не то что сдавать там просто выгодно перепродать но такой цель не стоит правильно смотрите то есть на этапе стройки всегда квартиры дешевле и вот цель была я что полностью скажем оправдана и здесь уже как мы предупреждали риски минимальные их уже в принципе не было и сейчас вот люди уже живут ближайшее время получим документы далее друзья после того как квартира была достроена я предложил валерию сделать ремонт начать ремонт с сергеем с нашим другом и партнером и ремонт от начать дистанционно разработали проект и начали делать ремонт полиции и потом валерий прилетал на разных этапах то есть выбирал значит материалы вместе сергеем ездил согласовывал цветовую гамму и так далее и тому подобное после этого ремонт был завершён ну или почти завершён там остались мелочи штрихи да вы это увидите сейчас на экране и после этого вот сейчас будем сдавать эту квартиру правильно в принципе все рассказал же вот хотел бы услышать вот комментарии значит валерия по поводу работы вот именно в плане дистанционного ремонта потому что это очень многих пугает и если очень многих пугает и здесь нужно понимать вот как ремонт проходил какие были по оплаты в начале в середине в конце то есть можете немножко двух словах рассказать вообще как происходило вот именно эта работа в среде можно что-то я бы наоборот хотел поменяться что валерий рассказал свои какие-то комментарии а я уже добавлю скорректирую потому что ну все окей хорошо как строилась работа чтобы вот не от нас это шла информация вот валер сам сказал об этом получается мы с ним созвонились ну мне сразу показалось что даже в первоначальном разговоре что человек основательный человек можно доверять потом я приехал сюда на начали вместе ремонт для сергея это была одна из первых квартир здесь для меня это был первый мой опыт сотрудничество мне понравилось сергей оказался основательным подошел к этому делу душой и мне очень понравилось нам тоже вот мне понравился нам тоже понравилось вот если где уже несколько завершенных проект на самом деле ребята вы увидите все их по порядку поэтому не спешите все впереди валер спросить именно вот предметно то есть сначала был дизайн проект да правильно я понял это все было дистанционно все направлял потом как ты приехал знаком или или вы дистанционно как-то договор заключили я просто не все договор заключили дистанционно за сон я уже приехал когда начался ремонт и мы уже получается в процессе этого ну черновой ремонт был уже сделан и процессе уже уже когда подборки мебели чистовых материалов материалов я уже совместные решения принимались мне честно говоря очень понравилось взаимодействовали и подобрали хорошие цветовые гаммы и материалы очень достойных качественных красивых для вас на валерию рассказывал то есть на самом деле квартира на мой взгляд тоже получилось очень удачно и говорил предыдущем ролике моем понимании то 9 10 то есть это успешный опыт дистанционного ремонта но хочу сказать сам начать что в принципе на меня это первый дистанционный ремонт с валерием это также такая была некая проба пера я сам немного боялся то есть как это будет взаимодействие заказчиком потому что ранее все объекты выполнялись исключительно под надзором заказчика в разных формах то есть где-то постоянное присутствие было где-то было частичное присутствие но заказчик в целом наблюдал контролировал ввел процесс ремонта здесь мало того что ремонт был удаленный так скажем он был на сто процентов удален во всех смыслах так как заказчик еще в валерий был не просто на расстоянии находился от выполняемого объекта в разных частях света и то есть контакт вот именно наладить оперативный был достаточно сложно и приходилось ряд решений принимать самостоятельно как-то ну и вот как валерий как сам заказчик сам собственно оценивали ему все понравилось а это самое главное полностью согласен валер еще хотел по оплате сказать скажи пожалуйста как происходили оплата то есть как я понимаю все время говорил что поп сразу то всю сумму не переводил чист частично оплачивал правильно то есть была рассрочка какая-то да то есть но не было не нужно было оплачивать сразу правильно нет не надо будет получается работу может быть там на 50 процентов где-то я сразу оплатил потом сергей можно сказать из этой же суммы закупил черновой материал потом когда я приехал я его оплатил и уже когда я был здесь чистовые материалы купали вместе и соответственно я их оплачиваю все понятно то есть это говорит о том ребят что в принципе возможно любые формы оплаты любые скажем так взаимодействия по власти то есть сергей у сергей нет проблем с деньгами ребят и в принципе человек идет навстречу клиентам и здесь это нужно понимать что это на самом деле важно потому что очень многие жестко требует там 50 процентов там на материалы там 30 процентов за работу и там в два этапа расчет насколько я знаю здесь в рамках удаленного ремонта коллеги по цеху по крайней мере вот в адлере порядка 80 процентов на самом деле можно сказать некая дикость для современного мира никаких абсолютно гарантий даже я бы не стал брать вот в принципе 80 процентов потому что например не знаю как как вообще сложится под ремонт именно дистанционно каждый дистанционный ремонт несмотря на то что в принципе каких-то опасений которые вот вам не были они никакими не оправдались то есть нормально нормальное взаимодействие то есть она ничем практически не отличается если мы заказчиком другу изначально поняли то проблем никаких не будет но даже в таком случае когда некоторые бригады берут под 80 процентов ну как они рассчитывают свои силы данном вопросе мне понять сложно потому что столько нюансов спала всплывает во время в ходе ремонта в которых некоторые бригады должны у меня есть примеры соседних бригадов которые которые разворачиваются просто ну что мы перерасчитывались и а некоторые и вообще не просто исчезали то есть это говорит о чем о том что в проекте любом проекте всплывают всегда какие-то конструктивные элементы какие-то сложности которые предсказать предусмотреть идеально вот прям сто процентов на этапе заключения договора ну практически невозможно те кто говорят что это вот легко мы знали уже там сто раз так делали не знаю что вы можете что я могу посоветовать ну наверное вот вам как заказчика если взять меня как заказчика я бы как минимум насторожился скорее всего развернулся бы ушел таких подрядчиков потому что ребята ваши деньги все это по сути если вы переводите большую часть денег сразу это как покупка кота в мешке а определенным образом это так потому что вот здесь масса даже ну несколько моих клиентов кто не работал с этим честным словом говорю они просто потеряли деньги потому что связались например либо с гражданами иностранных государств которые были там депортированы еще что-то да или например с гражданами дружеских нас на нам нам государств тоже иностранных и они просто не непорядочные себя вели и никаких гарантий не давали и просто исчезали такое тоже было не будем сейчас конкретизировать и думаю людям не очень будет приятно рассказывать там валер хотел спасибо большое за ответы хотел вкратце еще спросить вот были ли вот с тех пор как мы с тобой связались там линда помню салда или кто первым салпом линда или ты я не помню точно в ней вместе писали да с того момента вот как мы списались забронировали квартиру ты приехал на оплату встретил там уже подружились можно были какие-то претензии ко мне или какие-то может быть здрасте 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 работаем работаем продолжаем человек о чем мы говорили наткнулся вот именно на тот случай когда вот не не совсем до порядочная бригада попалась и вот ремонт такой стал рваный и несколько этапов там доделывали абсолютно разные бригады некоторые элементы данные ребята помогали после на обращайся с проверенным людям походу валер закончу вопросы были ли какие-то претензии ко мне 100 моментов мы знакомились там селяли общались дружились можно так сказать были какие-то вообще нарекания по нашей работе то есть вот если претензии может быть объективно что-то скажешь нам от себя я уже говорю что сотрудничество как и сергеем так и с тобой мне очень понравилось все получилось так как надо на девять из десяти оставим один для развития все правильно спасибо большое было приятно с тобой иметь дело честное слово тебе говорю то есть исключительно положительный мозг в таких людей валер мне очень импонирует как человек потому что он не курит не пьет за семью за здоровый образ жизни это на самом деле ребят курить уже пить не модно это давайте это самое прекращайте следите своим здоровьем вот валер у валера квартира готова ребят в ближайшее время я сдам и обязательно покажу вам в длительную аренду и обязательно покажу вам сниму об этом ролик и расскажу там о том как это получилось мне за сколько по времени сдал то есть обязательно вы все это увидите по работе сергея тоже нареканий особых нет в двух словах даже наоборот все понравилось все понравилось отношение к работе на высшем уровне все спасибо большое ну будем больше обращаться в будущем к нам у нас впереди ребята стройка домов и много всего интересного разного плана поэтому подписываемся на канал ставим лайки кому понравился этот ремонт и кто хочет сделать дистанционный ремонт ремонт в рассрочку в рассрочку там с оговорками опять же с сергеем обсуждайте личность у вас там сложности финансовые так далее то есть это в теории это возможно правильно вот номер телефона сергея сейчас где-то выставить на экране и также будет в описании ребят но я вам желаю всем хорошего дня замечательного строения побольше таких вот позитивных людей во всем в жизни как валера и надежных всем до новых видео всем пока всем удачи